Ровно 30 лет и 3 года Елена Мацеха работает фельдшером. Цифра, как в сказке, только вот работу женщины фантастической не назовешь. Елена вспоминает, что когда-то жизнь медицинского работника казалась ей настолько романтичной, что поглотила полностью. Суровая реальность, кстати, в выборе усомниться не позволила. Если вспоминать детство, то здесь, конечно, где-то детство, где-то романтика. Мы все видим, едет скорая с мигалками, людей спасают, кажется, сплошная романтика. Может быть, вот это как-то меня подстегнуло, захотелось работать. В принципе, я и училище заканчивала, думала, что я все-таки пойду на скорую. Буду медиком, буду спасать. На меня будут вот так вот люди смотреть, ждут. Важную роль играет эмоциональное состояние фельдшера, ведь бывает и такое, что врачи не успевают спасти пациента. Когда счет идет на секунды, голова должна быть ясной, сострадание и жалость только мешают. Едешь на следующий вызов, ты уже нужен, ты должен стабилизироваться, да, и как-то уже целенаправиться на другого пациента, потому что твои эмоции никого не интересуют. От тебя помощи ждут. И если я буду, конечно, себя не сдерживать, как-то не контролировать, то результата тоже не будет. Елена Мацеха теперь носит гордое звание лучшего фельдшера России. Женщина обошла три сотни конкурентов. Участников конкурса – лучший специалист со среднемедицинским и фармацевтическим образованием. Главный приз – признание коллег и солидная премия – 250 тысяч рублей. Мне звонит, говорит, Лена, я тебя поздравляю. Я, конечно, в первый момент, ну, не знаю, у меня тут даже слезы навернулись на глаза. Я говорю, ну, не может быть. Она говорит, да, может. Я потом еще посидела. Вроде как, это, плакать дальше не стала. Потом мне было очень хорошо. В первую очередь, это, наверное, победа наших медиков. Я не считаю, что только моя победа. Я считаю, вот люди, которые меня сзади поддерживали, это наша совместная победа. А тем более забайкальцев. Мы говорим, да, мы рулим, мы молодцы, мы можем, да. У Елены среднее медицинское образование. Она могла пойти учиться дальше, но посчитала, что уже находится на своем месте. Нужно остаться и шлифовать знания. Среди фельдшеров тоже должны быть хорошие фельдшера. Можно не обязательно быть врачом. Можно быть и хорошим фельдшером. Причем, чтобы тебя воспринимали просто как хорошего фельдшера. И помощь я могу, может быть, даже здесь больше оказать. А почему не фельдшером-то? Сложностей много. Невысокая зарплата, сложные пациенты, капризное оборудование. Но больше всего Елену радует то, что молодежь не боится и смело идет на смену старшему поколению. Вы понимаете, сейчас при такой обстановке не так много народу идет в медицину. Да, это правда. И я рада, что все-таки идут ребята, и когда мы с ними разговаривали, я говорю, вы ради чего сюда пришли? Они говорят, вы знаете, я заканчиваю, я сказала, что я все равно пойду в медицину. Я говорю, ну вы про зарплату слышали, да, про условия, сейчас в которых мы работаем. Они говорят, все равно люблю, все равно хочу. Коллеги тоже очень гордятся тем, что звание лучшего фельдшера теперь принадлежит к Читинке. Победа ее стала возможна благодаря поддержке нашей региональной общественной организации, профессионально-медицинские специалисты, возглавляет которой Вишнякова Валентина Александровна. Благодаря ее поддержке, авторитету, мудрости и опыту, подтягиванию, можно сказать, таких людей к таким конкурсам, стала и возможна эта победа. Продолжение следует...